Как русская Арктика разрушает границы между эпохами и государствами События 69-я параллель 15-29, 20 ноября 2019 года было минус 30 градусов И я не понимал, что происходит Как русская Арктика разрушает границы между эпохами и государствами Фото, Павел Ткачук Не только фантасты, но и серьезные экономисты, социологи Политики связывают будущее России с освоением северных районов Сибири и Арктики Уже сегодня можно увидеть, как там формируется новая социально-экономическая и культурная реальность В особенности это заметно на Томире, где, несмотря на наступающую полярную ночь и 30-градусные морозы Параллельно друг другу на днях прошли сразу три уникальных события Встреча мэров зимних городов мира из 20 стран Первый международный этно-фэшн-туар и этно-фестиваль Большой Аргиш Подробности в репортаже ленты.ру Остров Таймыр Игрушками для нас служили кости оленей и разные поделки из дерева Отец вырезал из лиственницы маленькие осанки И мы строили караваны, запрягая в них оленьи зубы Вспоминает Лидия Аксенова, глядя на один из экспонатов Таймырского краеведческого музея в Дудинке Лидия необычный экскурсовод, а внучка последнего великого нгоносанского шамана Тубику Костеркина Чей костюм стал одним из самых ценных сокровищ этого, как говорят, самого Северного музея в России Здесь нарушаются обычные представления о течении эпох и времени вообще К примеру, глядя на огромное чучело соп каргинского мамонта, думаешь, что этот зверь мог ходить по заснеженной тундре года два, а не 38 тысяч лет тому назад Сохранились даже его внутренние органы Фото, Сергей Лютых 1.5 Добраться на самый большой полуостров России и одновременно самую северную материковую часть суши Евразии можно только по воздуху или по морю По этой причине Таймыр правильнее считать островом И если для жителей материка быть частью общемировых процессов дело само собой разумеющееся, то здесь это требует постоянного инициативного труда Таймырцы искусные борцы с изоляцией, поэтому и в маленькой портовой столице полуострова Дудинки с населением в 22 тысяч человек И, разумеется, в соседнем Норильске, всего-то в 90 километрах, можно в любое время года купить клубнику и любой другой деликатес В некоторых магазинах цены ниже из-за субсидий от Норникеля, а потом пойти на концерт модного музыкального коллектива К примеру, Little Big выступал в Норильске 15 ноября Если вычесть лютые морозы и инженерные коммуникации, торчащие посреди улиц вместе с фонарями городского освещения То ни Дудинка, ни Норильск почти не отличаются от любого другого нормально развитого российского города Фото, Сергей Лютых 1.3 Паспорт Нганасан Самое необычное место в Дудинке Таймырская Айкумена Это пять чумов, стоящих лагерем возле здания Таймырского дома народного творчества Каждый из них представляет особенности культуры пятиместных коренных этносов Нганасан, Далган, Ненцев, Энцев и Эвенков Однако главная ценность Айкумены не оленьи и шкуры, а сохранившие мастерство их искусной выделки и отделки Представительницы этих малочисленных этносов Да, именно женщины, потому как мужчины у северян занимались только охотой, рыбалкой и оленеводством Все остальное от установки чума до изготовления одежды их не касалось Нганасаны гордятся тем, что первыми поселились на Таймыре и, весьма вероятно, являются родственниками американских индейцев Теперь их всего 750 человек Представители этого этноса не качут уже с середины 70-х годов прошлого века Фото, Сергей Лютых Олень ушел Молодые забывают язык своих предков Хорошо, что теперь не так, как в советские годы Когда нам, детям тундровиков, учившимся в интернатах, запрещали говорить на родном языке Сетует Нганасанка Светлана Аксенова Массово сегодня сохраняет кочевой образ жизни только ненцы Да, есть те, кто купил квартиру в городе или поселке, но продолжает кочевать Делится представительница этого этноса Анна Яроцкая А мы, осевшие здесь, регулярно ездим навещать родственников в тундру Традиционные парки и обувь кочевников это не маскарад, как может показаться со стороны Анна с улыбкой вспоминает, как однажды поехала в тундру в современной одежде Созданная специально для экстремальных холодов Если бы меня там не переодели, замерзла бы точно Улыбается Яроцкая, перечисляя знаменитые дорогие бренды, на которые лучше не полагаться Из ее слов выходит, что ненцы остаются в тундре вовсе не из жажды экстрима и одной только любви к родному кочевому отчагу А потому, что научились достаточно неплохо зарабатывать оленеводством Фото, Сергей Лютых Переселившиеся в квартиры северяне хранят веру в духов и в силу шаманов Порой эта вера приобретает интересную форму Так, созданная в 80-х годах из оленей кожи картина «Шаман», хранящаяся в Доме народного творчества Уже приобрела неформальный статус чудотворной иконы Под ней можно обнаружить небольшую коробочку с разными подношениями от людей, просящих у этого шамана хорошей погоды и других жизненных благ Здесь, среди прочего, оказался и шеврон моряка Северного флота Однако излишней верности языческим традициям осевшие в городах таймырцы не хранят Создавая из оленей храгов и бивней мамонта востребованные у туристов фигурки северян Они смело изображают их лица с глазами, ртом и носом Что прежде категорически запрещалось обитателям чумов Мы, современные намады, вдохновляемся от северных кочевников В Норильске, в отличие от дудинки, чумы и олени на улицах – это экзотика Оказалось, что до первого большого аргиша, который провели в 2010 году Многие местные жители практически ничего не знали о коренных таймырцах и их обычаях Фото – Сергей Лютых Услышал, что там уху горячую наливают Как не зайти? Шутит гость фестиваля Среди жителей города русских, украинцев, азербайджанцев много коренных, то есть живущих здесь с рождения Они гордятся своим происхождением и тем, что могут дать фору южанам в охоте и рыбалке Ведь дач с огородами у нас нет, так что и досуг специфический, северный, говорит еще один собеседник ленты.ру Однако от возможности прокатить детей на оленях по перекрытому центральному Ленинскому проспекту Даже самые суровые и гордые норильчане отказаться не могут Фестиваль показал, что новые и старые северяне, при всех отличиях, в силу особенностей региона питаются в основном одинаково, то есть чаще всего рыбой и олениной Приезжие оценили простоту приготовления строганины Выловил рыбу из-под льда, дал ей замерзнуть на воздухе, нарезал полосками да ешь А коренные жители переняли манеру южан солить и перчат получившееся блюдо и подавать его с обильным количеством тонко нарезанного репчатого лука Фото, Сергей Лютых Забавный факт, надев Хорошо видишь и понимаешь, что, сидя в низких нартах с утра до вечера, вечные скитальцы по тундре вынуждены наблюдать в основном оленье и заднице В этом, к слову, заключается одна из двух главных идей, лежащих в основе создания полот-резиденции Создание площадки для художественного эксперимента, пусть даже не всегда и не до конца уместного Недаром резиденция разместилась в полуподвальном помещении в отдалении от здания городского музея Вторая же идея в том, чтобы художники, получающие возможность бесплатно жить в этом месте и доступ к ресурсам площадки Стремились как-то взаимодействовать с городами и его жителями Привносили в жизнь таймерцев что-то новое, рассказывали о них всему миру Рассказывали, к примеру, правду о том, что кочевники тоже могут заплутать в тундре, как обычные подмосковные грибники Именно этому посвящена одна из историй, легших в основу сюжета фильма Анны Толкачевой Весной прошлого года, накануне Всемирной зимней универсиады, был запущен проект В котором приняли участие от ревел-блогеры из 53 стран мира, чьи работы разрушали досужие стереотипы о Сибири Его продолжением стал конкурс Победители которого жители Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии и России получили возможность посетить Таймыр В конкурсе участвовали люди, которым хотелось не только почувствовать здешний колорит, но и создавать новые проекты совместно с жителями пока неизвестного для них края Фото, Сергей Лютых 1.2 Абдул-Аль-Джума из Саудовской Аравии был поражен самой Северной мечетью Мира и портом в Дудинке Он увидел и промышленный и традиционный Таймыр, побывал на медном заводе в Ингонасанском Чуме Особенно интересной мне показалась местная еда, рассказал Абдул-А Холодная рыба с солью и перцем это очень необычный для меня вкус, но он оказался классным Спасибо, что подарили мне возможность оказаться в таком волшебном месте Многих иностранцев, конечно же, шокировала погода, как бы они не готовились к морозам На улице было минус 30, и я не понимал, что происходит Делит со своими впечатлениями о нас Альтхип из Омана Во второй день меня покорили представители коренных народов Севера и поездка на ледоколе В третий день мы с командой фотографов провели незабываемую прогулку по городу И сделали очень классные кадры с крыши здания Альтхип считает себя счастливчиком и надеется, что в будущем русский север увидит как можно больше людей со всего мира Фото, Сергей Лютых Лозунг этой организации «Зима – наше богатство» Появилась ассоциация в начале 80-х по инициативе властей японского города Сапара Чтобы объединить усилия северных поселений, стремящихся не только выживать, но и создавать комфортные условия для жителей, туристов, идти навстречу будущему Все встречи членов ассоциации вплоть до нынешнего года проводились только в Японии И вот 2019 году представители мэрии городов Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии решили собраться в Норельске городе Где до сих пор все визиты иностранцев определенным образом регламентируются Здесь они провели заседание Комитета по арктическому дизайну и обсудили программу следующей конференции, которая пройдет в финском городе Рываниями По словам директора агентства развития Норельска Максима Миронова, города, входящие в эту ассоциацию, обмениваются креативными идеями о том, как наполнять суровую зиму позитивными эмоциями Норельск уже взял на вооружение фестиваль подледной рыбалки Фото – Сергей Лютых Перемены уже пришли в семьи кочевников Если раньше тут было 10-12 детей на семью, то теперь в среднем не больше пяти Второй демографический кризис не обошел и Таймыр Однако на смену старым традициям приходят новые Стены домов напротив Норельского роддома полностью исписаны благодарственными надписями «Спасибо за сына», «Любимая» и так далее Их не закрашивают Входят в традицию и большой аргеш Вторым сердцем Крайнего Севера стали заводы, которые тоже меняются Они теперь производят то, что нужно обществу будущего Запчасти для электрокаров, например Эти огромные комбинаты учатся переваривать отходы своего существования Они поддерживают в людях коренных и приезжих уверенность в будущем и готовность к любым позитивным переменам Сергей Лютых, Таймыр Продолжение следует...